20 лет брака за плечами и совместный ансамбль не спасли брак Валерия Сёмина и Леры Василёк. Что послужило причиной расставания и почему бывшие супруги ненавидят друг друга даже спустя 10 лет после развода? Будущий знаменитый байнист появился на свет в Сызране в мае 1966 года. Отца своего ни разу не видел. Мама была инвалидом, всю жизнь мучилась с больными ногами. Как-то в компании своего дедушки Валера гулял по городу. И однажды они заглянули во дворец пионеров, мимо которого держали путь. Во дворце было множество детских кружков и секций, но мальчика заинтересовал урок, который проводил с детьми педагог-аккордеонист. Он и Валеру посадил за аккордеон, но тот был слишком мал, чтобы обращаться с громоздким инструментом, и тогда ему дали инструмент поменьше – баян. Тот визит во дворец пионеров и определил будущее Валерия. Сначала он осваивал инструмент в дворцовом кружке, а затем его направили в музыкальную школу, где мальчик постигал тонкости музыкальной науки на протяжении пяти лет. Мама купила ему баян за полторы сотни рублей. Учитывая, что получала она всего 60, это были сумасшедшие расходы для семьи. Учился Сёмин очень хорошо. Играл в оркестре, по ходу дела освоил гитару и в конечном итоге окончил музыкальную школу с отличием, что совпало с окончанием восьмилетки, после которой в советское время можно было поступать в среднее специальное учебное заведение. Мама хотела, чтобы сын продолжил образование в Суворовском училище. Не последним доводом женщины в этом плане было то, что суворовцы находились на полном государственном обеспечении. В то же время педагоги музыкальной школы настаивали на том, чтобы их выпускник продолжил совершенствовать мастерство в игре на баяне и рекомендовали ему поступить в Сызранское музыкальное училище. Его Валерий и выбрал, следуя зову сердца. Будучи студентом второго курса, Валерий стал участником регионального конкурса молодых баянистов, где показал себя с наилучшей стороны и сумел занять первое место. В числе членов жюри был педагог престижной столичной музыкальной академии имени Гнесиных. Он обратил внимание на талантливого юношу и посоветовал ему поступать к ним в Гнесинку. Водушевленный парнишка последовал совету и с первой же попытки поступил в столичный вуз. В период службы в армии баянист пел в военном хоре, а также попробовал свои силы в качестве дирижера. Позднее он попал в ансамбль «Красная звезда», где аккомпанировал танцором, и вскоре его взяли в военный оркестр. В 1986 году Валерий в составе этого оркестра отправился в Афганистан, дабы поддержать боевой дух советских солдат. По воспоминаниям музыканта, там было очень страшно, но он выжил, возвратился домой и продолжил обучение. Как-то руководитель курса посоветовал своему талантливому студенту попробовать организовать собственный музыкальный коллектив. Поначалу молодой человек отнесся к этому совету скептически, но вскоре не просто его успешно реализовал, но и начал зарабатывать неплохие деньги. Так, в 1990 году Сёмин, готовясь принять участие в престижном музыкальном конкурсе, собрал из талантливейших студентов Гнесинки коллектив, получивший название «Белый день». Ребята заняли первое место и решили продолжить их сотрудничество под руководством Валерия. В состав коллектива вошли сам Валерий Сёмин, а также Лена Василёк и Андрей Сандалов. Солисткой стала юная Елена Верховская, взявшая себе творческий псевдоним Лена Василёк. Личная жизнь любого известного музыканта, как и его творческая биография, зачастую становятся объектами пристального внимания поклонников и прессы, в особенности, если его вторая половинка также является популярным артистом. О том, кто жена байниста, знают все, кто хоть немного знаком с его деятельностью. Валерий Владимирович с его избранницей были не просто супругами, но и коллегами, давними партнёрами и единомышленниками. Они выглядели идеальной парой, но, тем не менее, брак двух творческих людей, хоть и продлился два десятка лет, но на деле оказался несчастливым. До знакомства с Семиным девушка училась в музыкальном учебном заведении имени Ипполитова Иванова. На конкурсе Елена встретилась с Валерием, влюбилась в него с первого взгляда. Лихой байнист, вытворяющий с инструментом невероятные вещи, сразу запал в душу девушки. Вскоре после конкурса у пары завязался бурный роман. Молодые люди сыграли свадьбу, родили сына по имени Иван. Мальчика назвали в честь дедушки со стороны матери. Супруги вместе работали, параллельно старались поддерживать хорошие семейные отношения. Казалось, что Сёмин и Василёк были счастливы вместе, но так выглядело лишь со стороны. Оказалось, что бытовые проблемы и творческие разногласия охладили их чувства. На смену любви и единодушию пришли раздражение и недопонимание. Разногласия в паре, постоянное нервное напряжение из-за гастролей привели к ссорам и скандалам. В 2012 году Сёмин развёлся с женой, отпустив её в сольное плавание. Супруги прожили вместе 20 лет. На сегодняшний день у каждого свои семьи. Сёмин и Василек выступают в одноимённых музыкальных коллективах «Белый день» с разным составом. Как утверждает Сёмин, они так привыкли к названию, что не захотели ничего менять. В интервью Елена постоянно порочит бывшего мужа, говорит, что о нем сохранило только негативные воспоминания. Валерий предпочитает отмалчиваться. Ныне их сын Иван уже взрослый самостоятельный мужчина, но является непубличной личностью. По некоторым данным, он унаследовал от родителей музыкальный талант. Но связывать свою жизнь с большой сценой и шоу-бизнесом не стал. Как живёт Иван Сёмин, есть ли у него сейчас жена и дети, информации в открытом доступе нет. Бойнист, по некоторым данным, уже давно не свободен, но, помня неудачный личный опыт, старается скрывать свою нынешнюю избранницу от посторонних глаз. Он охотно рассказывает о своём творчестве, публикует в социальных сетях фотографии с концертов и различных мероприятий, но поддерживает образ завидного холостяка. Василёк же, напротив, не скрывает, что давно обрела личное женское счастье рядом с новым мужчиной по имени Григорий Морозов, который работает концертным директором. Сын Иван после развода родителей практически перестал общаться с родным отцом. Зато быстро нашёл общий язык с отчимом, с которым у него сложились тёплые доверительные отношения. Елена ныне активно занимается своей сольной карьерой, записывает новые песни и выпускает альбомы. Интересные факты. Валерий Владимирович был близким другом Михаила Сергеевича Евдокимова и нередко появлялся в его проектах в качестве баяниста. Почётное звание заслуженного артиста было присвоено Сёмину в 2015 году. Музыкант обожает давать мастер-классы и активно делится личным опытом с молодыми и взрослыми коллегами. В армейские годы, выступая в военном оркестре, артист играл не только на баяне, но также на гитаре, в трубе и даже барабане. Любимый напиток Валерия Владимировича квас. Причём, как утверждает музыкант, самый изумительный и неповторимый вкус прохладительный напиток имел в его сызранском детстве. Субтитры создавал DimaTorzok